Начнём мы с риндага, из говядины, и для этого нам, конечно же, понадобится сочный, хороший кусок говяжьей мякоти, галангал, корень галангала, это корень имбиря, это лемонграсс, но мы будем использовать только её белую часть, это паста тамаринт, кумин, семена фенхеля, куркума, семена кориандра, гвоздика, листья кофир лайма, кокосовая стружка, кокосовое молоко и пальмовое масло. Для начала нам, конечно же, нужно подготовить наши вот эти, так называемые, экзотические корнеплоды. Вот, нам будет достаточно вот этого и вот этого кусочка имбиря, можешь его чистить. Как картофель? Да, как картошку, каким бы экзотическим он ни был, а я почищу галангал. И что-то у нас будет? Это у нас будет, так сказать, мы будем сейчас подготавливать пасту, в которой впоследствии будет обжариваться наша говядина, и мы будем её далее тушить. Она будет состоять практически из всех специй, которые мы назвали. А сколько часу займает приготовление этой стравы? В среднем это 30-40 минут. Так, чеснок тоже в Таиланде росте? Да, его используют там повсеместно, практически во всех блюдах, и даже когда жарят кузнечиков, жарят их с чесноком. Это всё нужно относительно немного измельчить. Справишься? Ну, это не нужно прям делать очень-очень мелко, мы всё равно впоследствии это будем перебивать. Я же пока смешаю в блендерной чашке остальные необходимые ингредиенты. Мы добавляем щепотку зёрен кумина. По аромату кумин очень схож с обычным тмином, но более такой он мягкий и, скажем так, насыщенный больше. Опять-таки, щепотка зёрен фенхеля. Берём несколько гвоздик. Я взял в количестве 5. Гориандр, если кто не знает, это семена кинзы. Возьмём ещё немного мускатного ореха. Его я покрошу просто ножом. Вообще, обожаю эту пряность. Очень у неё такой выразительный аромат. Так, отлично, отлично. Ну, и теперь забрасывай. Вот мы приготовили к перебиванию, и мы сейчас приготовим очень такую острую пасту из вот этих всех приправ, специй и пряностей. Но если наши телезрители не очень любят острую пищу, то вы можете, ну, как минимум, минимизировать количество этих ингредиентов, а в какой-то степени даже полностью их исключить. И всё равно при наличии тех приправ, которые не выделяют остроту, блюдо будет своеобразным, и оригинальным, и очень вкусным. Так, теперь мы вовсе треба поработать в блендере. Да. Сразу же можешь включать сильный режим, турбо. О, остановись. Теперь мы добавим немножечко масла, арахисовое. Мы добавили одну столовую ложку. Угу. Продолжаем. Отлично. У нас получилось. Пахнет, но ведь не езжу, а каким-то таким парфюмом схидным. Ну, кстати, имбирь используют для приготовления парфюмерных изделий. Паста у нас готова. Сковорода у нас есть. Нам нужно порезать мясо. Угу. Мы используем говядину, и в классическом рецепте используется она же. Белишним будет использовать и телятину. Так. Она более нежная. Ну, во-первых, можно использовать практически любую часть. Я говорю, что это только будет либо удлиняться время приготовления, либо сокращаться в зависимости от изначальной жесткости мяса. Ты рассказывай, но одновременно режь. Хорошо. Думаю, что у меня уже выделяется слинка. После твоего ароматного соуса хочется ести. Мы взяли вот кусочек задней части, то есть окорока говяжьего. Мясо, молодое, достаточно мягкое мясо. Ну, на мясо важно смотреть, чтобы оно было равномерного розового цвета, чтобы жир не был желтым, старым, не было какого-то неприятного, непонятного запаха, не было кровоподтеков, то есть как синяки на мясе. Вот. Чтобы вот этот вот сок, вот эта вот глазурь, так называемая на мясе, она не должна быть липкой. А как мы его маем порезать для нашей стравы? Мы его будем резать кубиками со стороной 2 сантиметра. Так. Дим, а расскажи, что найдезвичайнейшее можно зустріти у тайской кухни? Во-первых, у них повсеместно на рынках торгуют жареными насекомыми. Скорпионы, кузнечики, саранча, сороконожки. Все это, в общем-то, тоже делается в таком пряном маринаде, жарится в маслах. Эти масла тоже с наличием специй. Кроме того, там популярен очень суп из акульих половников. И даже можно вполне попасть на какой-нибудь стейк из крокодила. Слушай, ну терминально требует отправляться в Таиланд. Я уверена, что эмоций и вражений будет надзвичайно много. Что мы делаем с порезанным мясом? Нам нужно его поместить на разогретую сковороду. В этом нам поможет наше чудо плита. Среднесильный огонь, в данном случае положение 7. Разогреваем, нальем буквально 2 чайные ложки оливкового масла. Почему оно? Например, подрезняется вид оливковой оливки? Ну, в первую очередь ароматом. Плюс у него немножечко выше температура горения, чем у оливкового масла. Она приближенная к растительному. И раз мы его добавили в пасту, то логичнее будет на нем начать жарить мясо. Уже можно как-то на пательном мясе? Да, да. Размерно раскладывай, да. По всей поверхности. Отлично. Ну вот, часто перемешивая, мы добиваемся от мяса того, что оно белеет по краям. В данном случае нам не нужно, чтобы оно приобретало какой-то румяный цвет. И на каком-то промежуточном этапе, буквально, видишь, через минуту после того, как мы его положили на сковороду, мы добавляем вот эту вот нашу пасту. Кроме нашей пасты, мы обязательно добавим туда обильно куркумы, около одной чайной ложки. Есть. Перемешиваем. Настало время добавить такую обильную щепотку, а то и две тростникового сахара. Вот мы обжарили мясо с нашей пастой. Теперь мы добавляем кокосовое молоко. И прямо у нас в мякоть, вот так и да? Да. Ну, я это делаю ложкой, потому что определяю меру, достаточную, и сейчас поделюсь в итоге, сколько она в объемном эквиваленте. Ну, у меня получилось 200 грамм. Кокосовое молоко мы добавили туда совершенно не случайно, потому что в Таиланде есть два основных продукта. Это рис и кокосы. Они присутствуют, как минимум, во всех блюдах и во всех уголках Таиланда. Их можно встретить везде. А рис у них вообще, как у нас хлеб, всему голова. Так, вот мы когда добавили сюда уже молоко, когда оно у нас стало тушиться, мы добавляем 3-4 листа лайма. И добавим наш лемонграсс. Как мы говорили, мы будем использовать только белую часть. Можно верхние листы снять. И вот так вот крупно нарезаем и отправляем сюда же, к листьям лайма, для того, чтобы он выделял сок. Так, и вот теперь мы смело накрываем крышкой и тем временем будем готовить гарнир из кускуса. Включаем чудо-плиту, добавляем туда чуть больше половины стакана воды. Угу. И когда вода закипит, мы всыпем туда 2 столовые ложки кускуса. Так, давай заглянемо на наше мяско. Что-то я за ним уже скучила. А сколько часу оно мое тушкуватися? Ну, от 15 минут до полутора. Угу. В нашем случае... О, оно почти уже готово. Нам важно в приготовлении этого блюда, от мяса, добиться мягкости, сочности, чтобы оно пропиталось всеми вот специями, вот этим кокосовым молоком. А мы его солили, нет? Нет, мы его будем солить немножечко позже. Угу. А сейчас как раз самое время добавить пасту тамаринт. Ну, так как она очень такая кисленькая, ее нужно добавить буквально чайную ложку. Угу. Немного сахара. Угу. Чтобы добиться от него именно аутентичного тайского вкуса. Так. И, наверное, пора добавить немного соли. Ну что, друзья и Юленька, буквально на наших глазах наше блюдо приобрело должную соусную консистенцию. Мясо проготовилось должным образом, и мы можем, в общем-то, его подавать. Ой, круто. А як наш куску свинчака на мязку? Он готов, да. Он ожидает. Прекрасно. Все дуже швидко. Я думала, что это, знаешь, такая история на 2 години. А мы так швидко впорались. Мы возьмем блюдо. Так. Возьмем кольцо. Теперь немного придави эту всю горочку, пасочку такую ложку, кольцо сюда. Справді получилось. Просто по кругу красиво выкладываешь мяско, как на душу ложиться. Угу. 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 Нужно следить при подаче за тем, чтобы листья лайма не попали в мясо, так как они просто неупотребляемые как продукт непосредственно. Они сугубо для аромата. И так же постараться исключить присутствующий в блюде лемонграсс. Ну, у нас присутствуют семена кинзы, поэтому она вполне как декоративный элемент заслуживает права быть. И вот наш тайский кулинарный шедевр под названием «Рендак», приготовленный, Юля, твоими заботливыми руками, готово. Ну что ж, Юленька, пришло время попробовать наше экзотическое тайское блюдо. Но перед этим мне бы хотелось провести для тебя небольшой экскурс в тайскую историю. Изначально тайцы употребляли еду руками, но в 21 веке эти традиции отошли в какие-то отдаленные районы, и сейчас все перешли на употребление пищи приборами. Но и пользуются они традиционными для нас приборами, вилкой и ложкой, но это происходит несколько нетрадиционным для нас способом. Вилка в данном случае используется только для накладывания еды в ложку, а употребляется еда только с ложки. Покажи, як. Вот кусочек мяса. Просто вот подносим ложку и накладываем кусочек мяса, и то же самое мы делаем с кускусом. Так, я пробую. Пробуй. А мне немножко страшно. Не бойся. Очень вкусно. Вот этот соус, ты меня налякал, что он будет гострый, но он нормальный, притомный, знаешь, не такой гострый, как можно было ждать. И очень вкусно. Воно и нежное, и не надто засмаженное, и не надто сирое. Все, как треба. Гармония, идеал и вильная страва. Если вы тоже хотите почувствовать традиционную тайскую атмосферу, вам хотя бы раз на собственной кухне нужно приготовить традиционную тайскую страву рендак. Рендак с яловичином. Очистите и нарежьте имбир, галангал, чеснок и смешайте в блендере с куменом, фенхелем, гвоздикой, кориандром и горьковой стружкой. После приготовления добавьте арахисовую олевую и збейте еще раз. Нарежьте м'ясо кубиками та обсмажьте с арахисовой олією. Додайте куркуму, сукор, готовый суммеж до м'яса, и ретельно перемешайте. После приготовления добавьте кокосовое молоко и протушкуйте 15 минут. Покладите листий лайму и нарезанный лемонграс. Зварите кускус. В м'ясо добавьте пасту и маринд, сукор, соль и перемешайте. При подачи выкладите кускусы с м'ясом и декоруйте гилочкой кориандра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok